В минувшие выходные определилась победительница национального отбора. Молодая певица Анастасия Приходько будет представлять нашу страну на конкурсе Евровидения с песней Меладзе «Мама», в которой припев поется на украинском. Помимо несомненных зрительских симпатий, в этом есть даже какой-то правильный для России такой символический смысл. Украинка, ставшая певицей в России, поет песню композитора Меладзе, у которого, между прочим, отец грузин, а мать осетинка, а часть текста песни написана эстонской поэтессой. И сам конкурс впервые пройдет в России. Событие не просто музыкальное, но и в каком-то смысле политическое, подтверждающее лишний раз тот факт, что наша страна после десятилетия изоляции окончательно возвращается в Европу и занимает по праву принадлежащее ей место, одной из великих держав в политике, в культуре, ну и в популярной музыке в том числе. О том, как идет подготовка к конкурсу Евровидения, в репортаже Ильи Костина. В тот майский вечер на швейцарском курорте Лугана было много музыки и комплиментов. Респектабельная публика в вечерних нарядах с любопытством рассматривала телекамеры. Тогда они были еще в диковинку. А на сцену, сменяя друг друга, выходили исполнители из разных стран. Так 53 года назад зарождалось Евровидение. Именем швейцарской певицы Лис Асия потом назовут «Сорт роз». Но в тот вечер главным цветком на сцене Евровидения была Анна Сама. Теперь ей 85. Юбилей отпраздновали несколько дней назад. Она уже редко покидает свой дом в Цюрихе. Но до сих пор интересуется всем, что связано с конкурсом. Конечно, я поехала бы в Москву с огромным удовольствием, если бы меня пригласили. Я даже спела бы там живьем ту самую песню, с которой победила на первом в истории финале Евровидения. Неплохо бы с оркестром скрипачей, как когда-то. В ожидании интервью с Владимиром Путиным Эндрю Ллойд Вебер сжимает в руках подарочную коллекцию дисков со своими произведениями и интересуется у Константина Эрнста деталями предстоящего Евровидения. В мае Первый канал проведет этот конкурс в Москве. Вебер решил не только написать песню для британского участника Евровидения, но и впервые в жизни выступил в качестве журналиста. Маэстро подготовил телепрограмму для зрителей Королевства о конкурсе. Беседа с Владимиром Путиным стала частью этого проекта. Прежде всего, большое спасибо. Для меня большая честь беседовать с вами. В начале 90-х годов я был делом в Гамбурге, и ваше произведение там я видел кошки. Мне приходило тогда в голову, что я смогу с вами познакомиться, побеседовать. Композитору, автору всемирно известных мюзиклов, таких как «Кошки», «Иисус Христос. Суперзвезда», «Призрак оперы», конечно, прежде всего было интересно узнать, какую музыку слушает сам Владимир Путин. Позвольте мне спросить, каковы ваши первые воспоминания, связанные с музыкой? Вообще, наверное, любому человеку непросто вспомнить свои первые воспоминания. О чем бы то ни было. Ну, наверное, это прежде всего, конечно, то, что мама мне когда-то пела. Это что-то вроде успокоительных колыбельных песен. Это связано было, конечно, с русским фольклором. Ну, потом уже в школе, а точнее, даже еще, наверное, попозднее в университете, это было уже стремление познакомиться с музыкальной литературой пошире. Уже это была и русская классика, и европейская. Из русской классики это, конечно, Чайковский, кажется, или австрийский Моцарт, или венгерский. В обработке листа, и вообще в обработке листа очень много красивых произведений. Маленьких, но очень красивых. Как выяснилось и сейчас, дома у Владимира Путина часто звучит классическая музыка. Иногда в исполнении дочерей. Слушают ли они дома какую-то музыку, которая вам не очень нравится? Например, какую-нибудь слишком громкую? Нет, нет. Ну, во-первых, они очень долго, не профессионально, но очень долго занимались музыкой. Они поют, они друг другу аккомпанируют. Одна играет на фортепиано, другая на скрипке, потом меняются. В преддверии Евровидения маэстро Вебер в Россию приехал не случайно. Британец интересуется феноменом российского успеха на этом конкурсе. 15-летнее восхождение на европейский музыкальный олимп страны, подарившей когда-то миру Чайковского и Прокофьева, в Европе многие заметили. Претенденты, которых Россия отправляла на Евровидение, были разные. Неизменным оставался серьезный подход и тщательная подготовка к конкурсу. Те, кто выходил на сцену, понимали, голосуют не только за исполнителя, но и за страну. А Россия за это время сильно изменилась. Да и само Евровидение не без нашего участия стало другим. Мы долго крутились, где-то близко. То пятое, то третье, то второе, потом опять второе место. Наконец-то. Европа оценила настойчивость, неоднократно даря российским участникам свои симпатии. Вместе с высшими баллами. И вот долгожданное первое место. Россия! 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 Дыма! Россия! Победа в конкурсе действительно значила очень много для России. Вы знаете, после достаточно тяжелого времени, начала, середины 90-х годов, Россия постепенно начала вставать на ноги и в экономическом, и в социальном смысле. Мы были свидетелями достаточно ярких побед в спорте. И это событие тоже, конечно, говорит о возрождении страны. Причем о возрождении в таких областях, на которые мы раньше всегда только смотрели со стороны. И это тоже важно. Проведение конкурса Евровидения в России. Важно ли это для России? Все-таки я очень надеюсь и рассчитываю на то, что это будут, что миллионы людей в Европе и в России, молодых людей, прежде всего, будут смотреть на хорошую музыку, будут слушать хорошие произведения, и будут воспитываться на хороших примерах. Для России это все-таки имеет еще одно измерение. Россия всегда и по праву считала себя частью европейского культурного пространства. Проведение такого крупного мероприятия в нашей стране, в Москве, это лишнее подтверждение того, что Россия после многих предыдущих лет железного занавеса, за которым она жила, полностью и окончательно возвращается в это культурно-европейское пространство. Телерейтинги Евровидения бьют рекорды, а статус конкурса уже вышел за пределы Старого Света. Его смотрят и в Австралии, и в Азии, и в Америке. В России в этом году интерес к конкурсу настолько высок, что в адрес организаторов поступило более тысячи заявок на участие. Новый национально-отборочный тур, мобилизовавший все лучшие музыкальные резервы России, финиширует в прямом эфире Первого канала. Все гости в студии, вся страна у телеэкрана болеет за новых героев современной Европы. Точнее, за тех, кто этими героями может стать. 16 песен отданы на суд зрителей. Кто-то поставил на голос, кто-то на антураж. Зрители выбрали трех сильнейших. По правилам конкурса, это была последняя возможность внутри страны проголосовать за своих исполнителей. Мне кажется, что очень важным является одно из правил Евровидения. А именно, зрители страны не могут голосовать за своего исполнителя, а могут голосовать только за исполнителей других стран. Это, в этом есть большой смаз. Можно как угодно относиться к жанру Евровидения, Но если молодые люди сегодня, вот эти 150 миллионов человек, которые одновременно смотрят Евровидение во всей Европе, включая Россию, будут ощущать себя частью общего пространства, то это очень важная составляющая часть будущего Европы. На Евровидении сюрпризов не избежать. Они уже случились. Больше всего голосов набрала победительница седьмой фабрики звезд Анастасия Приходьска. После скандала на Украине, когда певицу, ставшую популярной в России, не допустили до финального отборочного тура, Настя решила выступить в Москве. И победила. Ее песня на русском языке особенно запомнилась украинским припевом. У меня просто сейчас очень много эмоций. Я очень надеюсь, что я достойно представлю Россию. Песня написал грузин. Текст написан был эстонкой, причем на украинском языке. Мне кажется, что это настолько своевременный посыл и такой своевременный, собственно говоря, сигнал о том, что людям нужно все-таки объединяться. На этих кадрах их трудно узнать. Фантастическая четверка Абба, совсем еще юная Селин Дион, Тото Кутуньо и Хулио Иглесиас. Все они в разные годы пели на Евровидении. В этом году в списке участников Патрисия Каас. Ее лирическую балладу о хрупкости и силе любви телеканал «Франц-2» утвердил безо всякого отбора. В последний раз Франция побеждала на этом конкурсе более 30 лет назад. Так что Патрисия свое участие в Евровидении считает не случайным. Я еду, чтобы выиграть, не как некоторые посмотреть. Франция будет довольна, если мы выиграем Евровидение спустя столько лет. Мы победим и все. Реванша жаждет не только Франция. Ты нужен своей стране. Лозунг, под которым выбирали песню для Евровидения от Великобритании. Еще горячую после премьеры песню легендарного Ллойда Уэббера победительница британского отборочного тура Джейд уже привезла в Москву. Когда ты выходишь на сцену Евровидения, ты, безусловно, хочешь стать лучшей. С песней Ллойда Уэббера ты не можешь позволить себе ошибиться или проиграть. Судя по реакции в студии, песня Уэббера в исполнении Джейд российским зрителям понравилась. Сам маэстро, воспользовавшись интервью, попытался лоббировать интересы британского шоу-бизнеса. Могу ли я просить вас в этих обстоятельствах, чтобы Россия проголосовала за Великобританию? Я в личном качестве готов это сделать, но с этой просьбой нужно обратиться к российским зрителям. Это ведь наиболее демократическая форма выявления предпочтений. С этим, так же, как с интернетом, невозможно ничего поделать. Это неуправляемое. Мало кто знает, но для Уэббера это уже вторая попытка написать песню для Евровидения. Первый раз это случилось 42 года назад. Тогда отборочная комиссия отклонила песню начинающего композитора. Теперь британцы рассчитывают на его музыкальное чутье и опыт. Ну а перед тем, как обменяться подарками, Уэббер попросил Владимира Путина назвать какой-нибудь сюжет для мюзикла из богатой драматизмом российской истории. Премьер предложил ему написать музыку на тему любви Петра Первого и его жены Екатерины. Композитор обещал подумать. Что касается Евровидения, уже сейчас ясно. Конкуренция в этом году на конкурсе будет очень острой. И достаточно будет просто удивить. Скрипка «Страдивари», заставившая в Белграде поверить Диме Вилану, стала новым символом успеха. Как это часто бывает, выигрышные детали прошлогоднего победного номера на новом Евровидении используются не раз. Чтобы победить, в Москву скрипки привезут из Литвы, Словении и Норвегии. Кстати, победитель норвежского отборочного тура обещает не только сыграть в Москве на скрипке, но и заговорить по-русски. Детство этого молодого музыканта прошло в Минске. За оставшиеся до конкурса два месяца еще есть время освежить в памяти русский язык. Я думаю про Москву сейчас каждый день. Ну, я надеюсь, что я вам понравлюсь. Посмотрим. Они встретятся в мае в Олимпийском. Но уже сейчас ясно, с таким составом участников и с таким настроем у России есть все шансы сделать нынешний год лучшим в истории Евровидения. Похоже, сил на это не пожалеют ни европейские вещатели, ни российские организаторы. А сенсационность, ажиотаж и азарт конкурсу уже гарантированы. Илья Костин, Александр Лукьяненко, Жанна Галакова, Анастасия Устинова и Александра Грецан. Первый канал.